13 линий легкорельсового трамвая планируется построить в Петербурге. Его ветки пройдут на северных, южных и восточных окраинах города. Некоторые инвесторы уже изъявили желание поучаствовать в проекте, а журналисты БНТВ решили посмотреть, как пройдут некоторые из возможных маршрутов. Знакомство с маршрутами мы решили начать с южных окраин Петербурга. Развитие легкорельса именно на юге города не случайно. Сейчас здесь реализуются или планируются такие проекты, как, например, строительство города спутника Южный, развивается аэропорт, завершается строительство экспофорума и фрунзенского радиуса метро. Здесь же ориентировочно к 2018 году должна появиться и первая ветка легкорельса. Она соединит аэропорт Пулково со станцией метро Купчино. Развитие Пулково предполагает серьезное увеличение пассажиропотока, а значит ставит вопрос о быстрой и удобной доставке, собственно, самих пассажиров. Тем более, что в 2018 году в городе пройдет чемпионат мира по футболу, а значит гостей будет немало. Так что выбор именно этой ветки не случайен. От аэропорта ветка пройдет в направлении Пулковского шоссе, затем состав остановится на Шереметьевской улице и на пятом предпортовом проезде. Следующей остановкой станет уже станция метро Звездная, а затем проспект Космонавтов, после чего трамвай прибудет в Купчино. Это место на южной окраине Петербурга уже давно превратилось в крупный транспортный узел, железнодорожная станция, метро, конечные остановки общественного транспорта и маршрутов. А в ближайшее время может добавиться и легкорельсовый трамвай. Причем ходить он будет не только в Пулково, но и в город-спутник Южный, население которого составит почти четверть миллиона. По предварительным данным на создание трассы Пулково-Купчино необходимо около 9 миллиардов рублей. Составы, которые будут курсировать, вмещают до 300 пассажиров, что равно примерно трем обычным трамваям или четырем автобусам. Ожидается, что пользоваться легкорельсом смогут более 30 тысяч человек. Правда, это расчеты на 2025 год. На строительство 13 линий по предварительным расчетам потребуется почти 350 миллиардов рублей. Понятно, что в бюджете таких денег нет, так что без частных инвесторов не обойтись. Пока интерес к проекту проявила только одна строительная компания, которая планирует строительство крупного жилого массива во Всеволожском районе. Так что это направление находится в числе приоритетных, и с ним мы также ознакомимся в дальнейшем. Учитывая высокие темпы жилищного строительства в пограничных с городом районах Ленобласти, транспортные проблемы все равно придется решать. Причем и городу, и области, и застройщикам.